здравствуйте дорогие друзья я рада вас приветствовать на моем канале сегодня в данном видео я готовлю настоящий торт тирамису именно настоящий с кремом на яйцах но этот крем я буду полностью заваривать и желтки и белки делая тем самым яйца безопасными вкусы этого торта просто необыкновенный очень влажный пропитанный сочный все покажу и расскажу в данном видео и так бисквит для этого торта берется всегда классический чтобы он напоминал по вкусу именно печенье савоярди как приготовить печенье савоярди я вам ссылку оставлю в описании под данным видео на мой второй канал там посмотрите для этого торта бисквит мне понадобится на 6 яиц в видео уже на 8 яиц но в описании к данному видео я напишу рецепт именно на 6 ей в большую емкость я наливаю кипяток или очень-очень горячую воду у меня здесь крутой кипяток емкость лучше брать пластиковую чтобы вы не обожглись об нее и так чтобы до верха посуды чтобы горячая вода у вас не доходило здесь у меня 8 яиц среднего размера по 50 грамм без скорлупы добавляю туда же два пакетика ванильного сахара 16 грамм общий вес и взбиваю где-то примерно минуту просто для того чтобы разошлись желтки и так по прошествии минуты я добавляю туда 20 грамм кукурузного крахмала и также взбиваю примерно минуту кукурузный крахмал удерживает влагу в бисквите бисквит получится более сочным и он менее теряет в весе при выпекании и 260 грамм сахара я добавляю сейчас порциями туда примерно в течение двух минут и взбиваю теперь от введение сахара отсчитываем где-то минут 8 масса должна очень отчетливо показывать след от венчика и вот этот след он не должен расплываться у нас видите не расплывается след от венчика и теперь можно уже будет вмешивать муку бисквит буквально из нескольких ингредиентов здесь 240 грамм муки я буду вводить их порциями и примерно за 5-8 приемов я буду вводить муку в итоге у нас должно получиться вот такое пышное тесто которое не расплывается держит форму оно не должно быть жидким духовка у меня уже разогрета на 175 градусов цельсия выпекать буду режим верх-низ без конвекции на среднем уровне тесто поднимется более чем вдвое это без разрыхлителя вот именно на горячей воде если взбиваем результат получается очень и очень хорош ставим сейчас все это в духовку и выпекаем где-то примерно 35-40 минут шло около 40 минут вот такие идеально ровные бисквиты у меня выпеклись то есть бисквит получается без отходов даем сейчас бисквиту остыть до той степени пока мы можем хотя бы дотрагиваться до формы и сразу же вырезаем его из формы даем ему сейчас остыть на решетке до комнатной температуры и убираем бисквиты в холодильник на восемь часов идеально ровный плоский бисквит получается и бисквиты эти нуждаются в отдыхе то есть им где-то перед нарезанием минимум восемь часов лучше 12 нужно дать отдохнуть прошла ночь нарезаю я их кондитерской струной также их можно нарезать и ножом небольшое количество пузырей у них получается и это при том что мы взбивали его маломощным ручным миксером и без разрыхлителя тонко-пористая структура бисквит получается очень нежный и воздушный такие бисквиты нуждаются в пропитке и так сейчас приготовим крем здесь 4 желтка от средних яиц весом по 50 грамм 50 грамм сахара 8 грамм ванильного сахара и 50 грамм сливок 30 процентов жирности все это аккуратно перемешиваю и иду на плиту на умеренном огне при непрерывном помешивании я довожу эту смесь до кипения и тем самым завариваются желтки вкус крема никак не отличается даже я бы сказала что он более нежный становится при заваренных желтках и белках чем на сырых яйцах когда делается крем к термису при непрерывном помешивании смесь начинает густеть и идут первые пузыри значит смесь достигла 82 85 градусов все сразу перекладываем в емкость где она будет остывать это желтковая смесь накрываем сейчас пищевой пленкой в контакт и я это убираю в холодильник она должна полностью охладиться теперь приготовим белковый крем так называемый 150 грамм сахара и 60 миллилитров воды я ставлю сироп закипать 120 грамм белка и 8 грамм ванильного сахара сейчас закипит сироп сироп у меня варится на полном огне я его не перемешиваю вода и сахар лимонную кислоту мы здесь не добавляем 150 грамм сахара и 60 миллилитров воды когда прокипел сироп примерно минуту я начинаю взбивать белки белки я сразу взбиваю на полной мощности миксера сироп у нас достигает 118 градусов цельсия 119 здесь даже это не так критично и я тонкой струйкой с края на полном ходу миксера вливаю сироп в белки и тем самым белки у нас завариваются этот крем не будет таким сладким как белково-заварной крем и все это количество сахара сейчас пойдет и на маскарпоне и на сливки то есть это сахар полностью на килограмм с лишним крема сейчас я взбиваю белки примерно еще три минуты больше здесь смысла нет взбивать меренга будет устойчивая очень глянцевая и вот такие вот подрагивающие пики то есть это не будет итальянская меренга в ее таком классическом варианте но для крема нам подойдет здесь 400 грамм очень хорошо охлажденных сливок и 500 грамм сыра маскарпоне тоже очень хорошо охлажденного я добавляю туда также пакетик ванильного сахара 8 грамм больше никакого сахара в сливки с маскарпоне я не добавляю и взбиваю сейчас я все это до устойчивых пиков еще раз повторяю сахар у нас будет только из яиц сюда пойдет полностью остывшую желтковую смесь я ввожу по 1 примерно столовой ложке в сливочную массу и все это очень хорошо прорабатываю миксером масса объединилась очень красивая глянцевая получается долго ничего не взбиваем просто объединяем все это и лопаткой я вмешиваю всю белковую массу ничего миксером я здесь больше не взбиваю все это делается на самом деле очень просто и быстро но мы в итоге получаем заваренные желтки и белки безопасные для употребления и необыкновенно вкусный крем воздушный и очень очень легкий перемешала все до однородности сейчас примерно 250 300 грамм крема я откладываю в емкость насыпаю туда 2 столовых ложки с горкой горького какао порошка все перемешиваю это крем мне нужен будет для прослойки сейчас для пропитки я беру 200 грамм кипяченой воды 2 столовых ложки кофе кофе растворимый у меня несколько капель ромового ароматизатор можете добавить пару ложек коньяка и 2 столовых ложки сахара я добавил вы же сахар добавляйте по вкусу начинаю сборку торта этот бисквит требует обильной пропитки и вообще торт тирамису естественно требует пропитки обильно пропитали корж я наполнила кондитерский мешок шоколадным кремом и отсаживаю такое небольшое количество крема чтобы в итоге крем у меня получился 3-5 миллиметров вот такая прослойка была где-то 3 миллиметра он будет шоколадный крем я поделила белый светлый крем на 4 части также поместила 1 4 часть крема в кондитерский мешок и наношу его из кондитерского мешка на корж крем превосходно держит форму благодаря его ингредиентам и в то же время он остается очень воздушным и необыкновенно вкусным этот крем все это просто разравниваем чтобы уже и разрез у нас был достаточно ровным насколько это возможно в данном торте потому что коржи очень влажные здесь укладываем также второй корж и все последующие и таким же образом собираем весь торт еще раз повторяю бисквит я здесь выпекала на 6 яиц в начале видео у меня обучающий такой ролик по этому бисквиту на водяной бане и там у меня я просто пеку на 8 яиц но для этого торта нам понадобится 6 яиц это пожалуйста учитывайте полностью описание всего рецепта читайте под видео верхний корж также пропитываем и отсаживаю здесь из насадки 195 вот такие вот звездочки и убираю сейчас на несколько часов в холодильник у меня прошло примерно 5 часов торт полностью охладился я снимаю с него ацетатную пленку и разравниваю шпателем по бокам остатки крема я его ничем не украшаю этот торт можно украшать любым кремом сверху его можно также смело на любой праздник подавать потому что яйца мы здесь полностью заварили и желтки и белки посыпаю горьким какао порошком примерно 1 столовая ложка здесь понадобится видите какой мягкий разрез у него получается несмотря на то что где-то пять часов он всего у меня пропитывался и вот такой шикарный разрез у этого торта вкуснейший торт я надеюсь что видео было полезным и познавательным подписывайтесь на мой канал ставьте лайки пишите комментарии я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео я вам покажу